Очень здорово мне обошелся в этом решении свободы. И сегодня я очень рад, что в лице господина Милала Эрдогана этот сбор получает свое развитие, свое мировое развитие. Я считаю, что сегодня пришло время, когда мы должны уже заединить и сидеть. И очень благодарен господину Милала Эрдогану, что и как истинный сын тюркского народа, кочевников, продолжает именно это наследие. Также особо хочу выразить свою благодарность господину Милала Эрдогану о том, что организовал столь замечательные мероприятия. Я же хочу добавить свое одно слово. Уважаемые господа, уважаемый Милала Эрдоган, четвертый семейный бюджет кочевников будет проходить в Турции. Мы очень рады. От имени Крымской республики я выражаю свою благодарность. Но, к сожалению, сегодня почему-то ответственно лица Крымской республики не присутствуют. Но я вынужден от имени своей страны, своего государства, как родоначальника семейных бюджет кочевников, попросить. Четвертый семейный бюджет кочевников все-таки прошу вас, именно Кумбыру, провести по правилам Крымского Кумбыру. Я понимаю, что Всемирная ассоциация приняла одно. Я не являюсь членом Всемирной ассоциации Кумбыру и не являюсь членом Федерации Крымской республики. Но как автор семейных бюджет кочевников я прошу принимающей стороной все-таки рассмотреть вопрос о проведении именно международных игр Кумбыру в Турции. Именно с нами назаново. Благодарю вас. Я еще раз выражаю республике Турция за то, что вы любезно переняли четвертый игр Кочевников в своей стране. Я уверен, что под началом господина Белар-Эрдегана четвертые игры пройдет очень на высоком уровне. У меня всего лишь три пожелания, предложения. Первое. Уважаемый Белар-Эрдеган, уважаемый господин Хакан Альганджи, вы непосредственно, я так думаю, будете приступать к организации оргкомитета. И здесь хотелось бы пожелать, чтобы оргкомитет обратил в первую очередь внимание на профессионализм наших видов спорта. К сожалению, на сегодняшний день национальные виды спорта получают только развитие свое. Не все виды спорта имеют потенциал профессиональности. То есть мы знаем, что спорт уже стал профессиональным, что хоккей, что футбол и так далее. Но в наших видах спорта, этноспорта, не каждый вид спорта можно на это претендовать. И чем это хорошо? То есть мы покажем всему миру, что этноспорт имеет такой же потенциал, как сам спорт. На сегодняшний день этноспорт, к сожалению, воспринимают как большую культуру, забаву, как некий фестиваль. То есть здесь нет бизнеса, здесь нет денег. Хотелось бы, чтобы в наших видах спорта как раз таки увидели будущий профессиональный вид спорта, где можно вкладываться деньги и получать большие прибыли. Куда могли бы прийти большие спонсоры, такие как, я не знаю, там Coca-Cola, Toyota и так далее, так далее. Поэтому я хотел бы оргкомитету пожелать, чтобы были определенные критерии именно на включение в основную программу. Потом второе. Исходя из этого, я предложил бы больше акцент делать на создании рынка. На сегодняшний день в этноспорте нет рынка, то есть маркета. В спорте есть рынок, франшизы, трансферы, продажи и так далее, так далее. В этноспорте это пока что присутствует, скажем, в межсобойчике, да, можно сказать. Хотелось бы, чтобы четвертый Игорь Кочевника, как раз таки учитывая профессиональность Республики Турция, проведение футбольных матчей. Вот мы знаем очень таких ярких футбольных клубов, как Калатасарай, Бешикташ и так далее. То есть, как бы адаптировать технологии, возможно, маркетинга, менеджмента и спортивного бизнеса именно под этноспор. К сожалению, Рыгызская Республика, да, мы изначально этот вопрос рассматривали, но мы не смогли это сделать. Ну, по определенным причинам, но я верю, что республика Турция это сможет. И последнее. Я лично вижу Игорь Кочевников как некое экспо. Вот Республика Казахстан в прошлом году провел экспо. Вся планета Земля была здесь. Все государства могли представить свой потенциал. Замечательно. То же самое. Теперь каждое государство могло бы прийти и показать не только свой этноспорт, но и культуру, бизнес и так далее. То есть, формат подхода сделать такой. Не просто фестиваль, где мы поиграли, поиграли, а чтобы, скажем, Франция, Венгрия, Мексика, Аравия, Катар, Афганистан и так далее, полностью показали свой потенциал. Чтобы вся планета Земля именно в республике Турция увидели всю планету. Я считаю, что тогда бы, будь то Всемирные Игорь Кочевники, будь то World Ethnic Games, они бы получили бы уже новый виток и это была бы новая эра. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok